В редакцию новостей обратилась местная жительница с сообщением о находке костных останков по улице Папанино. Женщина уверена, они имеют историческую значимость, однако это пока не доказано. На место выбывали следственные оперативные группы. В ходе осмотра зафиксирована следовая картина. Изъяты костные останки, по которым назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам их проведения мы узнаем, принадлежат ли кости человеку и сколько лет они пролежали в земле. Также запрошены сведения из архивов, чтобы узнать, какие события происходили на месте кооператива в годы Великой Отечественной войны. Как подчеркивают представители Следственного комитета, не стоит делать поспешные выводы по любым находкам. Сейчас костные останки исследуют специалисты Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Однако процесс это не быстрый, требующий комплексного подхода. Помимо давности захоронения костных останков, мы в первую очередь определяем, принадлежат ли данные костные останки человеку либо животному. Если принадлежат человеку, то определяем количество людей, которым они принадлежат. Если стоят специальные вопросы, мы устанавливаем возраст, рост, пол умерших людей. И в некоторых случаях нам удается установить даже причину смерти. В прошлом году мы провели порядка 17 экспертиз, а уже с начала этого года таких экспертиз в нашем арсенале уже 11. На исследовании в отделе медико-криминалистических экспертиз находится большое количество костных останков с различных точек области, в том числе и материалы, исследуемые в рамках уголовного дела о геноциде белорусского народа. В тесном взаимодействии ряда служб и анализа архивов подчас удается установить новые факты. Исследование по обозначенной находке с улицы Папанина еще продолжается. Роман Аншиц, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».